итак друзья мы с вами продолжаем реализовали мы с вами кнопку которая может подружать посты ну и следующая на очереди у нас будет секция с вот такой подписной формой значит что мы здесь можем выделить из интересного мы здесь мы можем выделить только вот эту вот иконочку которую в принципе можно реализовать картинкой также можно подключить подключить какой-нибудь иконочный шрифт в котором данная иконка присутствует либо же можно воспользоваться символами из таблицы юникода и соответственно использовать какой-нибудь подходящий символ который заменит вот тут картинку чтобы не вырезать картиночку и не подключать ее и не использовать ее давайте пробуем реализовать данную секцию и так перейдем где-нибудь так у нас закончились посты вот здесь вот давайте здесь то у нас будет секция именно с и классом классом sign up отлично внутри данной секции у нас будет находиться контейнер которым будет находиться ряд и в нем уже находится класс call значит внутри данного дива у нас будет находиться вот этот вот текст sign up for our newsletter давайте мы его напишем это у нас будет ну пусть это будет заголовок от третьего уровня h3 и мы его должны еще время выровнять по центру поэтому добавим еще класс text center и наш текст в одну строчку напишем так вот отлично и дальше после данного текста у нас еще находится формочка значит у bootstrap а есть различные варианты по оформлению форм так это в компонентах и вот здесь вот есть формы у нас форма должна находиться в одном ряду и при этом она должна быть еще выровняно по центру и мы как-то еще должны наверное управлять ее размерами все это все это можно сделать с помощью примеров из подраздела форм grid и вот здесь вот для того чтобы мы получили нужную форму мы должны собственно сам так форма нам нужен это понятно далее нам нужен див с классом роу либо пожалуй даже форм роу подойдет давайте этот пример используем его скопирую так и вот здесь вот размещу и так наша формочка див с классом форм роу далее здесь класс кола это значит что наша форма теоретически должна занять наверное все доступное пространство наше поле точнее формы давайте взглянем да вот она занимает все доступное пространство сразу давайте в стилях мы дадим какие-то паддинги для формы для точнее для секции и так у нас секция sign up и здесь давайте во первых фоновый цвет background color из макета это f0 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 и паддинги сверху снизу я поставлю 70 и справа слева это будет 0 так ну вот такая вот а значит нам нужно не на всю ширину сделать данное поле а по центру примерно для этого мы можем использовать классы отступов это классы offset для которых мы можем добавлять соответствующий breakpoint то есть либо lg либо md ну и так далее мы указывать количество колонок напоминаю bootstrap оперировать 12 колоночной сеткой указывать количество колонок которые необходимо отступить слева пусть наша сетка пусть точнее пусть наше поле занимает скажем на больших устройствах и экстра больших 4 колонки и отступ соответственно слева будет 4 колонки справа будет останется состав 4 получается 4 слева 4 справа и наше поле будет примерно центрироваться это для больших устройств и для маленьких устройств точнее для средних middle устройства мы нашу форму сделаем чтобы она занимала 50 процентов доступной ширины для этого используем класс колл мд 6 и отступ слева 3 ячейки оставшиеся 3 соответственно наша форма будет примерно центрировано ну не примерно точно центрировано значит давайте так и поступим вместо класса колл мы используем класс колл lg4 так вот и дадим еще отступ offset lg4 так вот так вот отлично ну и если сейчас мы начнем уменьшать нашу страничку то собственно вот на middle устройствах уже класс колл g4 не работает и соответственно соответственно нужно добавить класс еще для middle устройств поэтому поставим здесь колл мд 6 и offset md 3 так ну вот примерно как то так пусть это будет один из вариантов центре централи центрирование данного поля с использованием сетки на самом деле не обязательно можно использовать сетку можно и другими вариантами пробовать его центрировать вот но такой вариант я решил вам показать ну и для того чтобы могли еще может быть как-то оформлять здесь что-то да а именно вот эту вот кнопку которая как видите она находится в рамках данного поля я ее собираюсь позиционировать и позиционировать ее буду относительно дива в котором находится это поле то есть относительно вот этого вот дива поэтому я добавлю еще класс ну скажем форм отлично теперь само поле input типа текст у нас здесь подразумевается email поэтому input type email класс форм control обязательно должен быть у более bootstrap чтобы она оформлялась нормально ну и placeholder здесь у нас вот такой вот длинный текст который я сюда добавлю отлично готова и давайте добавим еще кнопку и так баттон класс давайте дадим btm type submit ну и здесь пока что давайте один два три напишем чтобы просто увидеть эту кнопочку на экране так вот она наша кнопка которая находится который находится не справа от поля не собственно в самом поле а под низом что логично поскольку у нас все поле занимает установленную для него ширину вот это вот call lg4 хорошо давайте теперь места цифр 123 поставим нужную нам иконку значит для этого мы обратимся к таблице символов юникода у меня уже подготовлен адрес по которому нам нужно обратиться и найти заветную иконку значит а мы воспользуемся так называемыми символами из раздела dingbat и можете прочесть о них вот здесь вот да типографские знаки это вот и здесь среди прочего есть похожие на нужные нам иконки вот такие вот трехмерный закрашенный но здесь вот сверху а здесь снизу мне кажется наоборот закрашен вот этот снизу этот сверху ну не суть важно так давайте мы посмотрим в принципе давайте мы возьмем наверное вот первую попавшуюся коночку она нам подойдет в макете она у нас полностью не закрашена то есть просто рамки у нее есть границы да и все здесь она закрашена снизу но к сожалению не закрашена здесь нет поэтому если вас такой вариант не устраивает по каким-то причинам тогда вы можете соответственно вырезать картинку и добавить картиночку я возьму html код данной иконки добавлю его и получу вот такую вот симпатичную иконку которая очень похожа на то что на ту что у нас есть в макете хорошо значит давайте теперь верстка у нас в принципе готова давайте мы теперь приступим к оформлению этой самой написанной верстки во первых у нас есть h3 у которого отличается цвет мелочь но в принципе можем поправить ее согласно макету значит sign up h3 и цвет макете по моему три тройки уже не будут смотреть на по моему такой хорошо двигаемся дальше дальше нам нужна форма во первых у нее есть какой-то отступ от заголовка здесь она у нас сильно прилипает давайте мы отступ дадим побольше но поменьше чем макете вот пусть это будет допустим 70 пикселей сверху ну вот примерно так отлично дальше мы как я говорил будем позиционировать иконку относительно поля поле точнее не поля а дива и для дива мы дали вот такой вот класс форм input так и это у нас sign up sign up for input для того чтобы позиционировать относительно мы должны соответственно позицион релатив установить для данного дива для данного блока а теперь перейдем к sign up form control к самому полю а во первых что нам нужно сделать нам нужно убрать границы нам нужно убрать фон для данного поля и оставить только верхнюю границу принципе можем убрать отдельно слева справа границы сверху и оставить только нижнюю по умолчанию да можем брать сразу все и затем задать отдельно нижнюю границу я наверное сделать второй вариант то есть уберу все а затем border bottom border bottom поставлю в один пиксель solid и макете у нас это черный цвет по моему так border radius скругление углу нам здесь точно не нужен поэтому мы его обнулим border radius 0 и background call и прозрачный transparent так ну вот примерно то что нам и нужно да смотрите при фокусе в данное поле у bootstrap здесь подсветка появляется она реализована с помощью от тени box shadow если она вас не устраивает вы можете ее убрать принципе мне она кажется лишь не здесь поэтому я его пожалуй уберу на focus box shadow нам ну вот так вот отлично теперь давайте перейдем к кнопке значит давайте вот форм input возьмем форм input и кнопки мы задавали класс где он к нему давайте и обратимся значит а кнопка у нас будет позиционироваться абсолютно относительно данного блока поэтому указываем позицию абсолют справа 0 right 0 вот и топ нам нужно ее если мы поставим 0 то она будет есть это да давайте минус 5 по-моему я смотрел должны быть такие значения примерно и они нам подойдут так давайте фонсайз побольше поставим 25 пикселей да и вот то что примерно нам и нужно сразу же давайте посмотрим как у нас адаптируется данное поле вот так если если вам кажется больше но много занимает да вот это вот поле на таком разрешении то вы можете поменять с помощью уже знакомых вам классов call составных ну мне кажется нормально меня в принципе устраивает и такой вариант я пожалуй и оставлю ну что же наше поле готово форма кстати отправляется несмотря на то что здесь нет емейла но сейчас что-то впишу не являющийся емейлом том увидим что вот у нас пожалуйста введите электронный адрес для того чтобы форма не отправлялась достаточно просто указать что данное поле является обязательным с помощью атрибута required и вот теперь пожалуйста заполнить это поле замечательно ну плюс еще bootstrap это наверное bootstrap даже браузер добавляет что-то это водку красную да ну мне кажется она вполне здесь логично ну что же наша секция с формой готова и мы можем приступать к последнему элементу который у нас предусмотрен это футер и этом мы сделаем уже в следующем уроке